Здравствуйте, меня зовут Линда Маркланд. Большое спасибо за то, что вы нас пригласили сюда, в этот красивый город. И в третий раз уже здесь. Это красивейший город. Мне очень нравится. Я буду говорить о ВПЧ. И я очень счастлива работать в Каролинском институте во время таких широких исследований, обширных именно в этой области. Мы классифицировали даже опухоли сегодня по данному маркеру, по ВПЧ. И когда это исследование только началось в 2006 году, вот это наш коллега, доктор Хаммерстед. Это было первое исследование, которое показало повышение количества положительных ПВЧ случаев среди всех раков миндалин. Вот вы видите, в начале 2000 года это было 68%. И также это исследование показало, что эти опухоли стали более молодыми. Они стали возникать среди гораздо более молодого населения, нежели чем ожидалось до этого. И через год мы также смогли продемонстрировать, что было очень большое повышение в количестве случаев, которые наблюдалось в Швеции. Это были сделаны две публикации. И мы задумали, что, возможно, ВПЧ имеет определенную взаимосвязь с раком миндалин и с количеством случаев, с которым мы сталкивались в начале 2000-х. Надо сказать, что затем провелось исследование, которое действительно привело нас к тому, что ВПЧ действительно влияет значимо на эти опухоли, особенно на выживаемость. Это рак миндалин. А если мы с вами посмотрим на рак языка, например, на рак основания языка, то там также идет прорастание в мукозный слой, то есть в слизистую. И, извините, я немножко быстро переключаю слайды. И вот это было исследование, которое проводилось также в начале 2000-х. И вы видите, что мы видим все продолжающийся прирост в количестве подобных опухолей. Это были опухоли, которые возникали у пациентов положительных ВПЧ. Это исследование также показало, что количество раков миндалин в положительных ВПЧ также повышается. И отрицательно как раз понижается. И это, скорее всего, было связано со стилем жизни. Вот что же мы делаем такое необычное в Стокгольме, когда мы наблюдаем за подобными кривыми? Вот это один из моих коллег также. Он также проследил похожий тренд несколько позже, в 2007 году. Посмотрел на более большие сроки, также проанализировал распространенность и заболеваемость. И вот это уже все эти публикации, которые были сделаны, привели нас к определенному знанию. Также он проанализировал выживаемость среди пациентов с раком основания языка. Как насчет других опухолей с другой локализацией? Мы сегодня их все классифицировали по П16. Действительно ли это имеет некое значение? Что мы обнаружили в данном исследовании? 70% всех опухолей фактически были отрицательными по ПВЧ, а положительными это 67%. И надо сказать, что 50% положительных, они не были... П16 они не были положительными по ПВЧ. ВПЧ, то есть, соответственно, это не является хорошим маркером для определения других опухолей. И П16 и ВПЧ никаким образом не влияют на выживаемость в этих двух группах. Поэтому в Стокгольме мы всегда тестируем на два маркера, на ВПЧ и на П16. И надо сказать, что мы не обращаем такого внимания, наверное, сейчас, потому что мы понимаем, что результаты не всегда зависят от этих двух маркеров. Мы также старались найти некоторые другие маркеры, дополнительные к ВПЧ, для того, чтобы понять, где нам нужно эскалировать терапию. Мы попробовали целый сомн разнообразных маркеров, которые влияли на значимую на выживаемость, например. Но заключение, к которому мы пришли, это то, что ни один из маркеров, с которыми мы поэкспериментировали, не давало нам действительно значимых результатов и не явился идеальным. У нас были очень хорошие сотрудники, очень интересные люди. И они подумали, а нельзя ли нам как-то соединить все эти маркеры и сделать нечто, что называется логистической регрессией. Соответственно, мы попробовали поэкспериментировать с математическими моделями, с логарифмами и с алгоритмами. И на данный момент это слишком, наверное, заумно для нас, для простых хирургов. Поэтому мы стали задавать себе вопросы, можно ли нам как-то определить некие первичные маркеры орофренгиального рака. Да, мы можем. И мы поняли, что действительно ВПЧ-статус здесь имеет серьезное значение. Вот это одно из последних исследований. Это встречаемость орофренгиального рака, рака ротоглотки. И вот вы видите, что она зависит во многом от тех маркеров. Вот вы видите по Швеции цифры и по Стокгольму. И сегодня вы видите, что все-таки такой параметр, как положительность ВПЧ, влияет, и повышение у нас здесь будет приблизительно 50%. Вот это наша весна на севере Швеции. 15 часов всего на машине отсюда. И при этом, видите, какая зима прекрасная. Очень хорошие дороги. Кстати, добро пожаловать. Вот вы видите, какая красивая природа, и какие красивые люди занимались данными исследованиями. Это Эва Мунг и Тина Дальянис. У меня накопились вопросы краткие, но тем не менее. Первый вопрос. Вот мне интересно знать. Вы повысили... У вас повысилось ВПЧ положительные раки, да? Возможно, это также связано со снижением курения в Швеции. Да, возможно. Или с сексуальными привычками. Вы знаете, или с таким бумом противозачаточных таблеток, которые приехали в нашу страну в 60-х годах. А возможно, в этом причина, конечно. Но еще один вопрос, который следует за первым. И вот, когда вы снижаете курение, то при этом у нас растет количество орофрингиальных раков. Нет, у нас на самом деле нет повышения опухолей, количество опухолей, которые были связаны с курением именно. А вот все остальные, они находятся как раз на потоле, снижаются. И также надо сказать, что у нас несколько повысилось все-таки данные по курильщикам, особенно среди молодых женщин. Это как раз то, с чем мы сегодня сталкиваемся. Опять стали расти вот эти показатели. 20-30 лет прошло у нас с того момента, как мы начали значимо снижать курение среди населения. А вот сейчас опять эти данные пошли вверх. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok